Спасибо, Владимир Николаевич. И, конечно, предыдущие у нас ораторы, уважаемые, все сказали, что социальной справедливости сегодня не существует, и я с этим полностью согласна. И абсолютно наоборот, противоположная ситуация, как ее назвать, не знаю, там, социальная несправедливость или социальная справедливость по капитализму. Но основным естественным следствием из этого явления – это, конечно, всеобъемлющая сегрегация. Вот она в сфере культуры у нас тоже есть. И основана она не на таланте и вкладе в общее дело, а у нас идет абсолютно четкое разделение на немногочисленную привилегированную группу, называющую себя творческой элитой, и на всех остальных работников творческих профессий, не имеющих доступа к государственному финансированию. Например, в киноиндустрии у нас всего несколько крупных компаний, которым все эти миллиарды и выделяются. И никакие социальные лифты там не существуют. Неважно, какой уровень тебе образования, культуры, профессионализма, компетенции, таланта, неважно, какую пользу обществу ты приносишь. Если ты не принадлежишь к той или иной финансово-промышленной группе, ты в этот избранный круг не попадаешь. Сегодня не может быть ни Шукшина, ни Шолохова. И вот эту сегрегацию в культуре очень хорошо видно по участникам голой вечеринки. Народ их осудил, рублем голосует, на концерты не ходит. Но при этом их место все равно никто занять не может. Новых не пускают. Забетонирован вход. И, конечно, отсюда идет отсутствие высокохудожественных произведений, новых песен, новых фильмов, новых спектаклей. И вот такая система бетона, она не способствует развитию культуры, искусства. Она не обогащает ни духовно, ни нравственно. Она приводит исключительно к деградации нации. Вот я это очень хорошо вижу по конкурсной программе фильмов, которые я сейчас отсматриваю, как академик Российской Академии кинематографических искусств. На соискании эти фильмы идут на конкурс на премию НИКА. Это такая наша национальная кинематографическая премия. И вот эти фильмы, где главные роли проститутки, наркоманы, сектанты, суицидники. Есть фильм про педофила, отчима педофила и 14-летнюю девочку. Есть про молодых преступников. Вот, например, фильм «Панические атаки» называется. Там молодая героиня, главная героиня, молодая девушка, она живет в поселке Никель на границе с Норвегией. И для того, чтобы осуществить свою заветную мечту, уехать из этой страны и остаться за границей, она убивает пятерых норвежцев на территории Норвегии. И мечта сбывается, она остается в Норвегии, в тюрьме. Замечательно там тюрьма показана, такая вся в светлых тонах по картинке. Она там, ее там кормят ее любимой пиццей, она там слушает свою любимую музыку в наушниках, лежа на постели, заправленной белоснежным бельем. Она уже выучила английский язык, потому что это тюрьма интернациональная. То есть человек развивается. А в отличие от глухой, темной по картинке дыры в поселке Никель, где осталась ее семья, ее друзья, остались они без работы, потому что единственный комбинат в поселке Никель тоже там закрывается. В общем, финансирован Минкультом. И еще позволю себе привести пример. Вот, ну, как сказать, высокие цели, вот сюжеты, да, вот сюжеты, которые вдохновляют и волнуют наших кинематографистов сегодня, да. Значит, фильм называется «Год рождения», и там главный герой, тоже молодой парень, значит, осуществляет свою заветную мечту, подражая своему кумиру, лидеру панк-рок-группы из 90-х. И он точно так же, как вот этот вот его кумир, отрезает себе голову бензопилой на выступлении в этом самом, ну, там, эстрадном. Вот. Ну и дальше там кульминация, там эта отрезанная голова говорит своей жене, молодой девушке, тоже беременной, ну, год семьи, беременной. Она говорит, он, она, он, в общем, короче, эта голова говорит, надо только мечтать, просто надо мечтать, а иначе, так сказать, ты вздохнешь в этом металлогорске. Ну, это еще одна, получается, дыра глухая, темная дыра в России, вот, тоже финансированная. Ну, культом, в общем, там, знаете, 98 фильмов, там рассказывать, не перерассказывать. Я просто тут уже, чтобы не выйти за рамки временные. Я, конечно, эти деятели от культуры, они, ну, вот за этим бетоном, то есть я понимаю, что они совершенно, они не способны создать что-то новое, сравнимое с талантом советского прошлого. И поэтому многие из них сейчас перепевают, там, песни советские, переснимают фильмы советские, используют музыку советскую, мультфильмы советские. Ну, и даже сегодня уже начинают использовать цифровые копии известных, известных, умерших, но любимых, так сказать, актеров советских. И знаю это не понаслышке, потому что на меня тоже выходили, мне предлагали деньги за разрешение, значит, вот создание такой цифровой копии моего отца Василия Макаровича Шукшина. Я отказалась, но вот читаю новость, что будет фильм, фильмов, где одной из главных ролей будет сниматься Юрий Никулин. Ну, то есть родственники разрешения дали. Для меня это вопрос принципиальный, потому что я считаю, что эксплуатация образа известного человека в целях донесения какого-то чужого, а то и чуждого по ценностям содержания, это безнравственно и кощунственно. Еще об одном аспекте, вот цифровизация культуры, хотела бы сказать, ну, которая усугубляет сегрегацию. Искусственный интеллект уже сегодня, вы знаете, уже пишет песни, музыку, статьи, сценарии, картины. Уже, вот, как я сказала, играет вместо актеров, уже выбирает актеров на роли, отбирает, преподает школьникам, студентам. Это все фактически уничтожаются и выкидываются за черту бедности миллионы представителей творческой профессии, творческой интеллигенции. И, конечно, я считаю, что государству необходимо срочно, жестко брать вот эту цифровизацию культуры под свой жесткий контроль. И вообще основным критерием оценки деятельности творческих личностей, творческой личности, творческих коллективов должно быть не финансовый показатель, не количество денег, а конкретный вклад и польза для духовно-нравственного развития страны. Ну, да, я сейчас заканчиваю и считаю, что все это можно реализовать только при национализации культуры и телевидении. Кстати, опыт у нас замечательный. Спасибо большое. Сейчас, видите, мы уже попали. Можно я еще полсекундочки? Вот я, спасибо большое за эту поддержку. Я просто вот все, я заканчиваю. Я хочу сказать, что у нас опыт подобный, успешный опыт, он был, он есть у нас в истории. Это, помните, период троцкистского НЭПа, когда гнали чернуху, развлекуху, русофобию, оплевывали там русских, Россию прежних времен. Вот это все было. Вот эта вот культура находилась в таком же убъетенном состоянии. А в конце 20-х, в начале 30-х годов, благодаря политической воле Сталина и товарищей, вот эту ситуацию изменить удалось. И, собственно говоря, культура стала работать на пользу общества и государства, а не на извлечение прибыли. Вот все. Спасибо.